Сюда будет вставляться свечка, вот в это отверстие. Здесь будет небольшая лепная чашечка, будет наливаться масло с водичкой и ароматерапию нужно будет проводить. За считанные минуты небольшое полое изделие превращается в настоящую аромалампу. Так Тамара и Виктор Тромза создают сувениры, памятные подарки, посуду. Работа в своём большинстве ручная. В каждой есть частичка души талантливых мастеров, которые продолжают звучать уже в их прекрасных изделиях. Начала работать с глиной Тамара. Со временем дело стало семейным. Теперь уже вместе супруги изучают литературу, посещают лекции и семинары, участвуют в выставках. За основу они взяли непростую, но очень интересную для берестейского края технологию – чернолощенную керамику. Известная на наших землях она была ещё в 15 веке. Особенно интересное изделие смотрится после нанесения узора. В таком кожетвёрдом состоянии узоры наносятся вот такими телодвижениями. Либо это можно делать какие-то ёлочки, сеточки. Самый популярный узор у нас – это и есть сплошное лощение, либо сеточка, либо ёлочка. Да, пришлось многому учиться с нуля. Но о своих достижениях Виктор и Тамара говорить не любят. Считают важным, чтобы люди знали свои традиции и истоки. А приезжающие в Брест туристы приобретали аутентичные для региона сувениры в виде предметов быта и интерьера. Если иностранец приедет в Беларусь и будет увозить из неё китайский сувенир, это будет неправильно. Потому что в любой стране можно купить китайский магнитик. А мы, даже если это магнитик, он будет сделан из натурального материала, из местного материала, руками местных мастеров. Если с таким материалом работать без интереса, без какого-то отношения положительного к нему, точно так же и будет изделие в итоге выглядеть и работать, наверное, будет так же. Потому что нужно учитывать все нюансы, как бы проникать вглубь материала, чтобы понимать, что с ним происходит и в сыром виде, и уже в печи. В совместной работе супруги сблизились ещё больше. Теперь у них на двоих одно большое дело – одна творческая судьба. И лишь иногда, собравшись в уютном уголке мастерской, они могут немного помечтать и определить планы на будущее.